Здравствуйте! Давайте приготовим сегодня вкусную квашеную капусту с секретным ингредиентом. А какой ингредиент я добавляю из года в год в квашеную капусту, чтобы она получилась вкусной, хрустящей и при этом сохранилась долго. Увидите в конце ролика. Да, за окном ноябрь. Сейчас, именно сейчас самые вкусные осенние сорта капусты для квашенья. Мы с вами берем 3,5 килограмма вилок капусты, 2 крупные моркови, вот так мелко рубим. Морковь натираем на терке, добавляем по вкусу соли, обязательно сахар. У кого есть мед под рукой, вместо сахара можно положить ложку меда и, конечно же, семечки укропа. Они придают самый пикантный аромат и вкус нашей квашеной капусты. И вот секретный ингредиент. Конечно, русская водка. 20 грамм русской водки нужно обязательно добавить к перетертой капусте. Она получается вот такой. Белый, хрустящий и очень вкусный. Чистые баночки мы заполняем нашинкованной капустой. Вот так, плотно. Обратите внимание, уже во время шинковки осенние сорта капусты дают свой сок. Белый, хрустящий и очень вкусный. Этот сок мы тоже должны вылить в наши баночки. Нашинкованную капусту мы храним в квартире или в доме при комнатной температуре два дня. За эти два дня несколько раз мы должны проткнуть нашу капусту деревянной шпажкой или палочкой. Вот так. Капуста живая. Появляются пузырьки. Они выходят наверх. А через два дня смело можно закрывать под капроновую крышку капусту и хранить в холодильнике. Приятного аппетита вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова